в архитектуре Саратовской городской думы. Пожалуйста, Евгений Александрович. Добрый день, уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый президиум, дорогие коллеги. Создание комфортных условий проживания, повышение уровня жизни граждан является одним из приоритетных задач для органов всех уровней власти. Вопрос в сфере ЖКХ и благоустройства всегда в числе наиболее значимых и актуальных для жителей всех городов. Анализируя статистику, можно увидеть, что данная тематика лидирует среди всех обращений граждан. В ходе работы нашего комитета обсуждали социально значимые вопросы, определялись возможные механизмы и пути их решения. Обозначу некоторые из них. Во-первых, эффективность реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов. На данном вопросе хочу остановиться более подробнее. С 2014 года в нашей стране действует новая система капитального ремонта многоквартирных домов, призванная обеспечить безопасность и комфортность проживания граждан, а также поддержать достойный уровень эксплуатационных характеристик домов. Каждым субъектом в Российской Федерации разработаны и утверждены свои программы капитального ремонта, определяющие виды и сроки производства работ в живых домах. В процессе реализации программ нерешенным вопросом до сих пор остается вопрос проведения капитального ремонта многоквартирных домов, которые были признаны объектами культурного наследия. На сегодняшний момент в Российской Федерации таких домов порядка 13 тысяч, которые имеют статус объектов культурного наследия, и большая часть из них входит в региональные программы капремонта. Проведение капитального ремонта таких домов имеет свою специфику, так как его выполнением должны заниматься лицензированные специализированные организации. Для ремонта они используют особые материалы. Также требуется получение разрешения на проведение работ от специальных уполномоченных органов по охране объектов культурного наследия, провести экспертизу и так далее, и тому подобное. Подчеркну, что стоимость производства работ на таких объектах в несколько раз превышает стоимость работы на обычных домах. Учитывая годы возведения, как правило, такие дома находятся в плачевном состоянии, имеют высокую степень конструктивных износов элементов. Расходы для поддержания дома в надлежащем состоянии, пригодном для проживания, для большинства владельцев квартир просто являются непосильными. Но многие регионы пошли по пути проведения в рамках программ ремонта только тех элементов, которые не затрагивают предметы охраны объекта культурного наследия. Однако до настоящего времени нет механизма по ремонту тех конструктивных элементов, которые являются предметом охраны. А в большинстве случаев это фасады зданий. Неоднократно вопрос организации ремонта домов-памятников рассматривался на многих площадках. Думаю, что коллеги со мной согласятся, что ремонтная работа на таких объектах должны проводиться в рамках единой программы по их сохранению, финансируемой за счет средств бюджета, а не за счет взносов, которые собираются с собственников в общий котел. Это позволит сохранить для потомков здание, которое имеет для нас историческую либо архитектурную ценность, а также обеспечить комфортное и безопасное проживание жильцов в таких домах. Вторая тема, на которую следует обратить внимание, это реализация мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами. Комитетом проводился анализ региональной практики. Напомню, что с 2018 года из жилищной услуги вывоз мусора перешел в разряд коммунальных услуг, которые предоставляются теперь уполномоченными региональными операторами. Большинство регионов столкнулось с проблемой вывоза мусора с контейнерных площадок именно в весенне-осенние периоды. Когда региональные операторы отказались выводить отходы, которые образуются при содержании зеленых насаждений. Это опиловка древесно-кустарниковой растительности, покос травы, листва и тому подобное, ссылаясь на то, что данный вид отходов не соответствует определению ТКО, которое установлено в 89-м федеральном законе. Была принципиальная позиция, что обращение с такими видами отходов должно осуществляться на основании отдельных договоров по нерегулируемой цене, то есть не за счет единого тарифа, что, соответственно, вызвало возмущение горожан. При этом специалисты антимонопольного ведомства, проведя анализ действующего законодательства, пришли к выводу, что растительный мусор включен в состав накопления ТКО. Вывоз данных отходов является прямой обязанностью рекоператора. По итогам межведомственного взаимодействия стоит отметить, что законодательно необходимо убрать двойное толкование норм, а также урегулировать вопрос о разграничении зоны ответственности между региональными операторами по обращению с твердокоммунальными отходами, также организациями, которые обслуживают жилищный флот, ну и муниципалитетами, расширив перечень обязанностей регионального оператора. И в конце своего выступления хотел бы отметить тоже на той теме, с которой мы с вами ежедневно сталкиваемся. Потому что много обращений от жителей в большинстве пенсионного возраста получаем с просьбой, чтобы был либо единый платежный документ по оплате коммунальных услуг, но либо отменена банковская комиссия при оплате за ЖКУ. Несомненно, что снижение задолженности за потребленные коммунальные ресурсы способствует переход населения на прямые договоры с ресурсно-набжающими организациями. Следовательно, за каждую коммунальную услугу владелец квартиры приходит отдельная платежка. При этом на практике у жителей, особенно старшего поколения, оплата нескольких квитанций, а в некоторых случаях это более 10 штук, за которые еще взимается и банковская комиссия, минимум 30 рублей, вызывает недовольство. Считаю целесообразным рассмотреть вопрос отмены банковской комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для граждан, достигших пенсионного возраста, как одну из мер социальной поддержки. Спасибо. Спасибо, Евгений Александрович. Во-первых, по содержанию пятерка, вот выступление такого федерального уровня. Во-второе, то, как вы это подаете, с сопереживанием, скажем, по многоквартирным домам, которые относятся к памятникам архитектуры и культуры. Вот, знаете, уже как бы накипело, чувствуется, что накипело, а это значит, что надо решать эти проблемы. Вот тут что с коллегами обменялись, записываем в решение. Вот недавно у нас, вчера была Астраханская область на дне субъекта. Вот те же проблемы поднимают. Это не только для Саратовской области, это общая федеральная проблема. Надо сохранять, безусловно, наше историческое, культурное наследие, но это не значит, что надо накрыть колпаком, чтобы это все разрушалось. Нужно инструменты для того, чтобы это сохранять, восстанавливать, поддерживать, и отдельно должны быть решения по многоквартирным домам. Люди не должны быть заложниками вот этой ситуации. Спасибо. Вместе будем работать. Наталья Олеговна...